Следующая эта тема насчет этой, как его, Роза, Смирнова, Хасарова, Канцлер, А.К. Канцбой, А.К. Смирнова, А.К. Гансбой, А.К. Смирнова, А.К. Гансбой, Сухольца, никнейм, юзернейм, что-то разное, вообще. Ну, в принципе, это не новость, что у ФСБшников много этих фамилий и так далее. Ну да, в данный раз не бывает. Да, я буквально предыдущий эфир удивлялся, как чеченец, ну, в данном случае Чеченка, может стать, ну, пойти, добиться вообще того, что она пойдет служить у ФСБ. Я этому еще удивлялся. Потом еще сильнее я в предыдущий буквально эфир удивлялся, как можно пробить еще в Москву ФСБ, Главное Управление России. А Ногча и Ютья? Да, Ногча. Да, Ногча. Ну, я не знаю, короче, вот это. Просто Холчу, Ногча, Хаци, Витя, Вашу. Короче, вот туда она прибилась, удивлялись. Потом на следующий день, в понедельник, ну, мы в воскресенье закинули, где-то, ну, где-то днем мы это заедали, да, днем же. Ну, где-то днем мы закинули Смирнове, где-то днем. Потом в понедельник мы узнаем, а, в тот же день, если что, точнее, не то, не то, чтобы в тот же день, а мы же перед тем, как закинуть про Смирнову, мы про нее смотрели, точно ли она из ФСБ или нет. Как бы убеждаюсь, чтобы просто так левого человека не закинуть. Когда убедились, подали и жалобу в это главное управление, там, по вопросам миграции беженцев в Германии, БАМФ, я не помню точное название, какое было. Вот, и в понедельник мы потом узнаем, что она, оказывается, это тетя со стороны матери Тунсо. Понятное дело, что сам Тунсо, ни этот, ни Магомед Абдурахманова не подтвердили бы нам лично, то есть, если бы мы им позвонили, спросили, как бы все помнят и предыдущий случай, когда мы пытались за него позвониться. Поэтому до Магомеда Абдурахманова дозвонился, связался, точнее, если сказать, потому что позвонил-то ему сам Магомед, связался наш один активист, наш брат, он скинул ему эту информацию, тот, ну, Магомед Абдурахманов, он спросил, откуда у тебя эта информация, и позвонил. Позвонил и, ну, начал вот как раз-таки это и узнавать, откуда, ну, откуда эта информация не может быть, чтобы она у тебя была, она явно из кадыровского окружения, кто-то тебе дал и так далее. То есть, он разнюхивал вообще, откуда эта сама информация. Как это просочилось. Да, как это просочилось, да, ведь по факту 8 лет про это ничего не было известно, как казалось, что это их тетя. А тут выяснилось. Короче, и он сказал, ну, да, это наша тетя со стороны матери. Вот, и, в принципе, если посмотрите, Хасаров и вот дядя Тумсо Хасаров, Чагатаркаева показывали, дедушка Тумсо Мэрбек, то есть, а это Роза, она Роза Хасарова Мэрбековна. Да, то есть, ну, короче, тут ясно, понятно, да и сам Тумсо в целом, как нам уже скидывали и там, так сказать, реакцию на наш пост, он уже там не отрицает. Он уже говорит, что это, да, ну, так сказать, его тетя. Он, точнее, нас почему-то обвиняет, что он наш отец судья, хотя мы всегда, мы сами говорим, что он судья. И мы сами обвиняли его. Восемь лет, а в девять лет, в 2015, восемь лет, или восемь лет назад он еще тогда подал, ушел с работы, восемь лет прошло с того момента. Ну, быть может, и эта Смирнова тоже ушла, мы не знаем. Ушла она или остается, лучше бы сам Тумсо, если рассказал, было бы хорошо. Да, мы и поэтому, чтобы вы понимали, в понедельник мы узнали, что это тетя Тумсо, мы ждали, а в целом закинули мы пост днем воскресенья, ну, или вечером, ну, до эфира, по-любому, мы закинули этот пост, и у него было время, на самом эфире он мог рассказать, в принципе, ну, да, это моя тетя мог сказать в предыдущем эфире. Либо вот у него была целая неделя, он мог хоть, ну, не то, что видео. Просто мы не знаем, понимаете, если она до сих пор остается ФСБшницей, то мы будем продолжать работать, чтобы ее депортировали. Вот, если она, все, нет, она ушла с этого, раскаялась, все такое, то тогда, окей, но про это он должен был Тумсо рассказывать, а не мы разнюхивать, узнавать, что-то такое. Поэтому, да, мы поработали... Мы, ну, опять-таки, вылхож, мы и ждали, я не знаю, как на русском, со стороны этих чеченских адатов, да, исходя из чеченских адатов, мы ничего сами и не говорили, хотя нам об этом было известно еще в понедельник, потом в среду мы все, там, все подготовили и так далее, и мы вот просто сидели, ждали, и он ничего сам не говорил. По факту, он должен был сказать, но он не разу, он решил умолчать про это, ну, тогда нам же нужно про это рассказать, собственно-то и вот. А так, мы тут спросили, то есть Тумсо тоже ФСБшник, мы не утверждаем, что Тумсо ФСБшник, мы говорим о их конкретно тете. То, что наш отец был верховный судья, не делает же нас самих верховными судьями. ФСБшник, вообще, мы работали насчет этого бича Хултыгова, этому бичу отказали, вот этому кадыровцу, потом начали искать, вот мы выявляли каких-то кадыровских агентов. Тогда нашли про эту розу Эки Смирнову, Эки Канси, Эки Хасарова и так далее. Начали изучать, смотреть, оказалась она тетя Тумсо. Вот, поэтому там, теперь, и у нас, в принципе, мы разузнавая, мы узнали, что, почему, к примеру, Тумсо отказали в Грузии, ему же отказали в Грузии, в политубежище, а потом в Польше. И теперь, через наших своих источников инсайдеров, мы узнали, теперь тоже понимаем, с кем он мог встречаться в Абхазии. Он встречался в Абхазии с каким-то русским офицером. Это может быть Шмаков, его начальник, да? Он бывший ФСБшник, там... Шмаков, не бывший ФСБшник. Ну, он, Шмаков, действующий ФСБшник, да. Он действующий ФСБшник, он является начальником электросвязи, а Тумсо был заместителем. Либо Шмаковым встречался, либо со своей тетей. Мы не знаем просто, вот есть факт, из-за этого факта... Потому что не тетя майор ФСБ, это попадает под офицер российской тетей. Да, да, да. И Шмаков. И то тоже самое. И поэтому мы точно не знаем, либо с Шмаком, либо с тетей, либо, может быть, с каким-то знакомым среди них. Потому что у него были связи с ФСБ. Поэтому ему отказали в Грузии. Когда он переехал в Польшу, то в Польше запросили у Грузии, почему вы отказали. Те передали данные по... Поездке Тумсо. Да. И так далее. Передали данные, и они тоже отказали Тумсо. А нет, Тумсо отказали. А вот, кстати, семье Тумсо. И им дали, да. Да, жене и детям им дали Польшу. Вот, и поэтому теперь, ну, теперь проявляется картинка, просто удивительно было для меня, по моему опыту, вот всех тех людей, которых похищают, их сразу начинают пытать. Их бьют, их удерживают и так далее. А тут Тумсо сам заявляет, что, мол, его, когда отвезли в этот, как его, в резиденцию Ислама Кадырова, когда его Ислам Кадыров отвез, то его не пытали, с ним просто нормально поговорили. И потом, в тот же день, в этот же, в тот же день его отпустили. И договорились на следующий раз встретиться. И сам Тумсо, кстати, говорил в своих же интервью, что он, когда жил в Чечне, почему до сих пор его не докапывались с бородой? Потому что он показывал, там, удостоверение, говорил, кем и как он работает, какие связи есть, и его отпускают. То есть, обычно у чеченца без каких-то связей сразу же бы увезли бы, запытали, держали бы, субриковали уголовное дело и посидели. Ну, просто цепочка уже начинает проявляться, поясняться, и вот и все. А там, чтобы обвинять Тумсо ФСБшник, потому что у него были связи, что у него начальник был ФСБшник, либо у него тетя была ФСБшник. Нет, конечно, мы не утверждаем, мы этого не говорим. Мы просто работали, делали расследование, которое Тумсо не любит, это внутренний расследование, он очень это не любит. Ну, делали и вот. Сейчас, кстати, без символической суммы. Да, без символической суммы. Сделали, узнали так-то, так-то факты, ну, обнародовали просто. Лучше Тумсо расскажет про свою тетю, про Шмакова, про другие свои связи с ФСБ. Если он как-то ранее имел, потом вошел в религию, все это оставил и перешел, то ничего, претензий нет. Просто не нам надо это говорить, а ему это надо рассказывать. И, а, кстати, это забыли уточнить, ну, в самом посте и так было написано, вот, откуда мы узнали, как, что с Магомедом тетя, ну, вот сам Магомед и говорил, точнее не с Магомедом. Ну, то есть сама Роза живет со своей сестрой, а сестра, получается, и мама этих, Абдурахмановых, и Тумсоя Магомеда. А сам Магомед занимается еще и, не то что своим, не только своим, точнее, делом, но еще и делом своей тети. То есть они на контакте, в прямом, не то что там какой-то это, а в прямом контакте. И, кстати говоря, Магомеду отказали, ну, первый отказ у него уже был, он сейчас это обжалует в Германии. И, быть может, этот отказ связан с тем, что, ну, из-за вот этих связей, там, с какими-то ФСБ, не ФСБ и так далее. Вот, потому что, как мы ранее сказали, уже у самого его брата, у Тумсо, уже была история, как ему два раза отказали, и в Грузии, и в Польше. В итоге в Швеции после этого, как его покушение, нападение и так далее. Ему дали политическое уберище, а раньше не давали. Тут то же самое и у Магомеда. Ему тоже сейчас не дали политическое уберище из-за таких же, так сказать, причин. Но потом и у Магомеда, кстати, появилось это покушение, кстати говоря. Да. И сейчас вот есть, типа, вот это покушение, и, быть может, на покушение ему дадут, ну, основываясь на то, что на него делали, это покушение, ему, быть может, дадут документы. Вот. Мы, опять-таки, не говорим, что Магомед и Тумсо, вот, что эти Авдорохмановы являются ФСБшниками. Нет. Мы бы это сказали, и были бы у нас доводы, факты, доказательства. Так как мы всегда то, что мы говорим, мы приводим доказательства. Да. И... Из-за того, что у него там были какие-то связи, либо рабочие связи, то есть имеется в виду начальник ФСБшник, либо родственные связи, имеется в виду тетя ФСБшница. Это не делает... Его самого. Бывали случаи, редкие случаи, конечно, что, ну, да, Хултыгов, к примеру, возьмем. Сам этот Хултыгов Ибрагим является Катыровским бичом, но вот его брат Ильичи, он воевал, понимаете, он много результатов против российских войск делал, то есть разное бывает в семье, в родственниках и так далее. Поэтому, вот, просто сейчас, на данный момент, это Роза, как вы выяснили, живет с матерью, в том что вроде бы, с матерью, с сестрой, там, Магомед смотрит за какими-то документами, едет, смотрит, то есть поддерживает их. А, ну, это же, кстати, Магомед же в iFond работает, и как раз получается, вместе с iFond они ее делом занимаются. Ну да, может быть, да, в iFond, ну, ценам же они все в одной, это, как сказать, в одной теме, то есть, да. Поэтому, если не поддерживать связи с родственницей, ФСБ-шницей, им надо отвечать, сказать, разъяснить точнее, что и как, что она отошла и так далее. Просто не держать скелеты в шкафу, чтобы потом, случайно, кто-то другой не наткнулся. А лучше сразу говорит, вот так-то, 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 так-то. Я честь, я открыт, ничего, никаких претензий, есть вопросы, задавайте. А то мы смотрим, с холтыгом поработали, перешли к другому делу, там работает, тут раз, ничего себе, Тумсо опять. Наш брат, ты куда, ты че? Что это сказать-то? Ну, в идеале, в идеале, кстати, как уже много раз и Ибрагим, и я сказал, всю эту тему и про, ну, про эту Смирнову, Розу и так далее. А, кстати, подожди, получается же это, если Роза, если тетя Тумсо вышла замуж за русского, то даюрные эти братья и сестры тут все русские тоже. Ну, это уже, да, там, русские, может, там, это же их дело, там, выходить замуж за русскими и так далее. Это шея, шея в дуцерях, потому что им интересны эти цели. Да. Что я хочу сказать-то? Про эту всю историю и ситуацию тогда я сам Тумсо должен был рассказывать, как в свое время Ибрагим, когда стал публичным, ну, Ада стал публичным и так далее, как и Ибрагим, я как пример привожу в данном случае, сам рассказал два раза, кстати говоря. Я один раз в целом про Семю говорил и еще раз говорил про Роза отдельно, видеоролик снимал, рассказывал. Прямо ролики я снял, а так в голосовых сообщениях, в эфирах всегда говорим, если есть какие-то вопросы, абсолютно нет проблем, отвечаем, разъясняем и все такое. То же самое надо было сделать и ему, что вот это сейчас, вот такой темы не было. И, кстати, рассказать все-таки, что там было в Абхазии, с кем-то в итоге встречался, со Шмаковым встречался, либо с тетей там и так далее. Это тоже хорошо будет, если он сам прояснит, потому что многие сейчас будут в непонятках, типа не понимать, там Тумсу встречался в Абхазии, в оккупированной России, в Абхазии, с каким-то русским официальным. В Грузии просителем убежище. Ну, он тогда, по-моему, не просил, но он туда переехал, в бегах был, да, в бегах был. Да, ни тебе, ни мне, так сказать. Да, да, в бегах был. Ну, то есть, про эту ситуацию, если Тумсу расскажет, почему он там был, у нас нету, то есть, есть какие-то факты, есть какие-то... Не то, что у нас в Казамер спецслужб, кстати, в Грузии нет информации, с кем конкретно встречался. С кем конкретно, да. Они сказали, что он встречался с российским офицером, но с кем конкретно, не ясно. Интересненько, короче. Да, но он сейчас, это, к сожалению, на море, на пляже отдыхает. Ну, сейчас, а да, я что-то, а сейчас, да, дальше. Да, он может и пост написать, да, там проблем-то нет, вы не обязательно, вот с камерой, вот я ваш мобильный репортер, что готовят, и так далее. А еще раз молчу, вот. Да, опять-таки, там можно и пост написать с объяснением, с разъяснением, и ничего-то такого нет, и то никто же его не обвиняет в ФСБ-шности, так сказать. Сразу, в проводке, в комментариях, вы обвиняете, как ибо ты, Главное, в конце написали, но, самое главное, но, не этот, не другой, как его, не Тумсо, не Муаммад, ну уж будешь ФСБ-шник, бац, они типа, ни Магомед, ни Тумсо, и Абдурахман не являются ФСБ-шниками. И то, что их родственники где-то в структурах не работают, даже не их, а в целом, если ваши родственники где-то работают, это не означает, что и вы такой же. Это, главное, прописали, нет, начали вспоминать, точнее про это и не забывайте, когда, о, ваш отец, а Тумсо, нет, а это, короче, если что, если что, это называется культ личности. Это наряду почти что с многобожием, когда человека возводишь в какой-то идеал, в какой-то абсолют, это в религии, если что, запрещено. У всех бывают ошибки, у нас бывают ошибки, у людей бывают ошибки, без ошибок только Аллах, чтобы запомнили это, я так говорю. Поэтому, да, у каждого бывает ошибка, но и даже это не ошибка, то, что родственник с кем-то где-то там работает, это не означает, что это ошибка этого человека. Никто не несет ответственности за другого. Собственно, вот, на Тумсо делают культ, на вас делают культ, на нас тоже не надо делать культ, мы тоже люди, ошибки, все опять-таки совершают ошибки. Идеален только Всевышний, все люди, им, да даже взять наших героев, и у героев бывали ошибки, да, ваза, атмосфертир, полгода, но это не означает, что их нужно опять-таки культивировать, да, ставить, опять-таки, какой-то абсолют культ личности не нужен. Нужно придерживаться того, что, вот, общество, то есть, если что-то хорошо с обществом, то это заслуга общества. Ну, я, кстати, правильно, такое мнение тоже считаю. Если общество в каком-то плохом, плачевном состоянии, то это тоже заслуга общества. Не конкретных одних лиц, а в целом общество. Мы все, вот, народ, чеченский народ. Мы хорошо живем, заслуга народа. Плохо живем, заслуга народа. Хотел спросить, откуда вы так быстро берете информацию? Я очень рад, что нашел ваш канал. Вы заметили, кстати, за три года, что бы кто бы ни говорил, всегда, если что-то мы публикуем, есть основания, есть доказательства, есть факты. И эти факты рано или поздно публикуются. Да, кстати. За три года, единственное, за три года, ни один пост не могут, никто опровергнут, но за три года, которые мы публиковали, якобы неправду, это было про смерть Тумсо. И то мы рассказывали, что мы там хотели помочь людям, а они оказались там кадыровцами. Но мы все-таки потом, все собрав информацию, опубликовали все, что в это время, что тогда было. А, кстати, получается, если мы в том случае соврали, так мы же потом сами и рассказали и о своей лжи, и о том, что было правдой. Мы же об этом рассказывали, никто нас не опровергал и так далее. Мы сами вышли, мы сами об этом рассказали. Кстати, все, что бы, вот я и говорю, ни один пост никто ничто не может опровергнуть, потому что мы когда публикуем, мы не публикуем из-за того, что нам кто-то сказал, что-то скинул. Мы смотрим, анализируем, спрашиваем и так далее. Фильтруем информацию, понимаете? И поэтому есть свои источники, так сказать, инсайдеры, которые вот достали эти фотографии, заявления тети Тумсу. Смотрите, кстати, тоже не было и у кадыровцев. Ни у кадыровцев не было. Если бы был тот же этот Чингиз, либо Ахмедик, чуть не назвали его по-другому. Чингиз, он опубликовал бы у себя, типа, он же там, либо Ахмедик, вся его работа же там, он же там практически работает, у них постоянно батареи в этих двух блогеров. Да, они бы, он бы опубликовал этот материал, но у него и у них его не было, в том-то и дело. Не у Чингиза, не у Ахмеда, не у кадырова, у Люли даже не было, понимаете? То есть, ни у кого не было, ну, мы вот так вот достаем, вот как доставали те записи. Кстати, у Лорда не было. Лорд, если бы был у Лорда, два раза он с ним разговаривал, Лорд бы сказал, а что ты в Абхазии сделал? Сделал, точнее, он бы не был такой гинут. Ну, эту информацию никто не знал, кстати, говорили. Да, вот про Абхазию тоже мы узнали. Абсолютно никто не знает. И вот так вот достаем, понимаете? Не просто так мы внутреннее расследование делаем. Мы болели, я говорю, бассейнно болели, я говорю. За и без его лидера. Просто вы расследователь 돌 получили. Ах, наверное, сюда мыimb себя будем рассказывать вот сам. И вот здесь каждый гинんで смотрим на то море. Нас поломат не juegue ишь и не зап drama. Насчет информации и так далее. А, кстати, не будь у нас и эксклюзивной информации, и проверенной, и достоверной, на нас бы и Госдеп не совалась. Нас бы Госдеп, ни официантников... обеду просто почему потому что мы на данный момент да и по сути единственное первое вот так источника вообще вообще там и не только чеченские там российские международного общей так такая источник информации инсайдеров это работаем про чищу и достаем эксклюзивные материалы но у нас не было таких просчетов как кого-то похитили а его не похитили либо кого купили а не убили что-то произошло это не произошло кому-то ногу стрельнули оказывается кто-то пробежался голым по резидент это не произошло и такие дешевые желтые прессу почему потому что мы нам главное важно свою авторитет наше слово и еще раз повторюсь за три с половиной года существования а дата единственное которое мы говорили про смерть тумсо и про про это мы потом все рассказали с фактами с инсценировкой смерти с видео с голосовыми все опубликовали поэтому нас обвинить в чем-то недостоверности лжи абсолютно нету поэтому с нами советуются у нас берут информацию мы делимся мы рассказываю как бы это наша работа как бы не пытаясь там другие там когда качники как это милашина но связано нас по избана сама заявляет об этом нас дискредитирует вот кстати да милашина тоже еще последний какой-то тоже написал там 400 тип подряд я пишу не знаю короче уже уже неинтересно последним после войны переключилась мы сначала с кадровцами противостояли а потом вдруг неожиданно да вдруг неожиданно появились не другие как с российские оппозиции некоторые так и щеченские как бы тоже что-то вдруг появились что-то мы просто работы помогаем чем можем публикуем находим наши активисты наши братья стараются помогают наших родственников похищают мать похитили держит все беды но работаем меня дважды похитите то есть мы стараемся работаем и вдруг какие-то дни другим кроме как оказываются нас за какие-то завистники недруги кроме кадыров мы думали у нас один враг общий кадыров там путин там надо соединиться от россии создать шариатское государство где у наше государство будет развиваться в экономическом плане там информационные так далее и будем хорошо жить в независимом чеченском государстве чё-то 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 не то люди не хотят некоторые так сказать и потихоньку архамдуллах проявляются вот эти кстати говоря как бы кто бы не пытался нас дискредитировать как вы видите с иорданией из казахстаном сами люди доверия там никто и понятное дело не потеряла ничего и от нашего имени идут информации разрушает информация стабильные действия числе памятники разрушают целую улицу прям целую каждую вот это перекрашивает запрашивает переставляют и так далее поэтому вот почему вражды мы станции вражды то что для нас не враг мы вражды ничего не объявляли мы вражды не объявляю просто тумсо должен ответить за свою клевету мы вызывали его на шариатский суд но он отказался но если он откажется от шариатского суда то за свою клевету за те бухтаны которые делал бездоказательно ну должен как мужчина тогда хотя бы отвечать раз по шариату не хочет отвечать но тогда по мужски нужно отвечать как мужчина он сейчас отдыхает на море поэтому если вы думаете почему он отказался и nemligно он потом из-за того ли онodaha правильно и тут с 역시 тумса выдает вот да ну ну Он также может работать в Адате, в Адате, в Киеве и в Киеве. Он не должен работать с оппозицией, но в Адате, мы не отвечаем за него. Так же, на месте мы не отвечаем за него. Адата, Нюк Аватса, мы за него не отвечаем, понимаете? То есть этот человек волен сам. Вот все, что творится в Адате, вот тогда, да, мы готовы ответить, обсудить любую компромиссу, некомпромиссу, либо отвечать за поступки, за действия, будем. Уже отвечали, да. Суд, они проиграли, и сейчас там какие-то уже посты публикуют. Ну и зам, еще иду. То есть отвечать, да. Да, 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 да. И я на то, как говоришь, не заходито на боезни, а не заходито на боезни. Да, и жарко. Мне интересно. Что ты говоришь? Это ты, а то ты, ты. Как ты думаешь, что ты прерываешь? Как ты думаешь? Что ты думаешь? Если ты поймал ты, если ты избегал от меня. Можешь раз извини. Это не заходится. И даже Чингизы и публиковать Наши, ажи, ажи, ажи Ажи, ажи, ажи Ажи, ажи Петухи 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 Ажи Петухи Уни рабочие Уни рабочие Сон Ажи Потому что Наши Я не знаю, что этолоίνо. Я могу сказать не знаю, что этоло. Я знаю, что этоло, что этоло. И вот если это было очень здоровое выражение, то тогда все решение. И такими не очень легкой. Но я часто... Если это не дело в том, что ты точно не узнай. А что? Ну узнали, рассказали. В этом году не знали, но знали. алексей когда наш активист разговаривал с этим с магомедом абдурахмановым он когда признал что да это их тетя он потом сразу сказал ну отрекся от нее и сказал но это если что материнской нашей стороны поэтому они не из нас вот его словно это на чеченском конечно было но сразу моментально такой типо мы отрекаемся нашим родом нашим типом там все дела моментальные да это уровня халкиядин тху нам улья галгорияртх ненешк к примеру шоу гол нан соняр а дэй рэй 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 да он отказать охт ассабо тхай дэй ахурух галгориярча нахицы декатно шэй дэй боюсь бэй нэн агвоз декатно тхай т Pre цвет изверсаляр насерк отẽе colorful antes trabajo под该comm , uh男h что как раз может опертаться в низу общую версию溜ас馕у белый Wesley бэй нээс агвоз дэц агвоз дэйэс агвоз дэй да отрикётся мо эхтуда алекси мал гетодард psiумама сма erfит ну цют флэнка нурц не спрят Zhen хищьold рэй наша özага сейчас learn better Я не могу тебя на участие... Я не могу вот так падать. Он просто забыл. Он и думал в океане, во всем этом. В общем, поправился и нанесенный. Это мой мой мой. Он показывает, что он выиграл в 2015 году. Он выиграл, но в конце 2012 году он выиграл в этом году. Потому что в этом году он выиграл. Когда он говорит, что он тоже не успел. Если он у meter в конце, то он выиграл. Это не термору, это не термор. тумсо фсбшник но у нас нет доказательств мы вот опять так как у нас нет доказательств мы сказали что он не фсбшник фсбшник утверждать наши простые статьи и слова не основываются на мнении догадка и так далее только на фактах и на доказательствах ничего более мы можем думать что угодно можем но то доказательств то что бог бог что так оклевитата есть моя тиша тумсо са нибудь тумборыш понятно но ох тон наулина пускается дельмадатио дырдатио дырдатси тум дырдатсио потому что шарк их к примеру вот этот хокк тавабил буххилма безе и табух болшбо как и в тот раз как и в тот раз как и в тот раз и негде ешен алая-эля знировой пост эйлар тумсо са нибудь И в этом году он снял его на работу. Но он не успел. Но он не успел. Он не успел. У него нет. Я не успел. Да, я не успел. И тогда я смогуrum. А это все, что муаммад и не успел. Аликсей, да. Да, это не успел. Аликсей Владимирович. Отказывается, не успел? Ауду? Да, всё равно. Мухаяла... Не, сейчас же они вроде бы как бы говорят, что она давно ушла от этой темы. Поэтому почему сразу отрёкся? И по факту, если она сейчас просит убежища в Белании... Ну, это типа, чтобы иметь ущерб не было. Опять, я раньше говорил в этом хуя... Раньше в одном эфире я как-то сказал лично я, когда там кто-то меня спрашивал типа, какую цель преследую и так далее. Лично я, лично я этим всем занимаюсь. Не из-за того, что там люди будут поддерживать, либо люди будут ненавидеть, либо хорошее говорить, либо плохое. Лично мне абсолютно без разницы, что будут говорить люди, хорошее это, либо плохое это. Я не собираюсь покорять сердца людей, быть для них хорошим, кем угодно. я просто делаю и занимаюсь, лично я опять-таки всем этим, потому что я обязан со стороны Белиги этим заниматься. Всевышний возложил на меня это, как и на вас в том числе, кстати говоря. Я про чеченцев и мусульман. Только из-за этого. Я не пытаюсь удовлетворить людей. Я хочу, чтобы мной был доволен Всевышний. Поэтому и в том же суде я там, как бы, если мог и соврать и обмануть, я там не сказал ни слова лжи, в том числе и Ибрагимов и так далее. Так как, опять-таки, мне абсолютно без разницы на то, что могут подумать люди. будут они обо мне хорошего мнения, будут они обо мне плохого мнения. Мне самое главное знать, что я со стороны религии прав, и перед Всевышним я чист. Потому что умереть когда-нибудь, придется умереть, и тогда уже будет вечная жизнь, и тогда мне нужно будет отвечать перед Всевышним. А ты так говорил? А ты это говорил? А почему ты так говорил? А почему ты соврал? И так далее. А если я скажу, ну, я побоялся мнения людей, мне в ответ, а почему ты не меня боялся, а что-то мнение людей. Собственно, вот. И что мы ожидаем? Да. И в целом, вот, если что, с такой политикой весь аддат и идет. И что мы хотим, да? Поэтому, кстати говоря, именно поэтому, несмотря на то, что мы знали, что будет хейт и сейчас то, что там будет хейт. Ну, в Тумсо уже есть фанаты, примерно, из СНГ, из Таджикистана, из Казахстана. Ну, и русскоязычные. Да, русскоязычные фанаты же есть. Большая фанная аудитория, да. Несмотря на это, это надо было опубликовать? Надо. Нам сказали, да. То есть, знающие люди со стороны лиги, они сказали, да, надо. Ну, посоветовались. Мы этим, мы это и сделали. Собственно, вот. Несмотря на то, что мы знали, что будет хейт и так. Ну, опять-таки. У фанатов. Да, но опять-таки, если надо, то надо без каких-либо вопросов.